Соборное послание святого апостола Якова, 1 глава, с 5 по 8 стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Добрый день, с вами Капля, и мы продолжаем неконтекстуальный разбор послания Якова. И сегодня говорим о безысходности молитвы сомневающегося человека. Яков в 7 стихе буквально говорит, что человек, который сомневается, должен даже забыть о том, что он что-то может получить от Бога. Даже не думайте, не пытайтесь и не смотрите в эту сторону. Почему же так категорично? Ведь каждый из нас так или иначе сомневался. Иногда даже очень сильно. Но когда у нас проблема или нужда, не должен ли, не обязан ли Бог помогать? Ведь Он любящий Отец. Ведь Он все знает и все понимает. Давайте поговорим по человеческому рассуждению, как говорил апостол Павел. Представьте себе, что у вас есть некий сосед, которому вы пытались рассказать о своей вере, открыли ему сердце. Рассказали о том, что вы ходите в церковь, верите Богу, доверяете ему во всем, во всех сферах вашей жизни. Он вас высмеял, обозвал, отнесся к вашей вере совершенно пренебрежительно. Но на следующий день Он пришел к вам попросить, ну не знаю, денег взаймы. Его лицо полно мольбы, руки протянуты в определенных позах, и Он умоляет вас. Как вы чувствуете себя при этом? Вы обладаете прям вот огромным желанием помочь этому человеку? Ну конечно же нет. И так Бог будет иметь с нами дело только тогда, когда мы доверимся Ему. Я бы даже сказал, что Бог в той степени имеет с нами дело, в которой мы доверяем Ему. Чем больше мы доверяемся Ему, чем больше мы полагаемся на Него, тем больше у нас шансов получить просимое. Дело в том, что Он не реагирует на наши мольбы, просьбы или даже шантаж, или какой-то, знаете, торг. Бог всегда реагирует на нашу веру. Писание говорит, что приходящий к Богу должен веровать. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на слово «должен». Как вы считаете, можно ли, не доверяя кому-то, что-то у него просить? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok